Всем привет! Хотела сегодня заснять трансляцию, сделать такой экспромт. Это у меня по обучению был урок трансляции и я хотела сегодня как бы это попробовать, но не потянул у меня интернет, поэтому не знаю. Мне нравится лес, мне нравится в лесу что-то снимать. Так, а ну фу, не надо меня грызть. Конечно, трансляцию я не смогла сделать, поэтому снимаю видео хоть так. В прошлый раз я снимала результаты за год и у меня чего-то родилось желание делать такие результаты за каждый месяц. Почему? Потому что я заметила, что идет какая-то трансформация мышления. Когда ты анализируешь свои события, анализируешь хорошо, плохо, тем более смотришь их на фоне как бы всей твоей жизни, да, делаешь какие-то выводы, идет какое-то движение. Мне это радует, поэтому вот январь закончился и начался уже в феврале, поэтому я спешу снять результаты за январь. Я все-таки буду стараться сделать это трансляцией. Возможно, в следующем месяце я таки запущу трансляцию вот за февраль месяц. Вы сможете присоединиться. Еще почему я хочу сделать эту трансляцию? Потому что минимум монтажа. То есть на видео мне приходится очень долго монтировать мои видео, а у меня очень мало времени в дне и у меня техника очень-очень слабенькая и навыков у меня таких особо больших нету. Поэтому мне приходится очень долго монтировать. А трансляцию запустил и как есть. Что сказал, то сказал. Какие-то есть в этом плюсы. Спасибо, что вы меня смотрите. Если вы смотрите это видео и вы случайно не на моем канале, подписывайтесь мне. Будет очень приятно. Досмотрите это видео до конца. Возможно, вам тематика изменения своего мышления близка. И можете следить, как делаю это я и попробовать сделать такой анализ и в своей жизни. И мы посмотрим, что из этого получится. Хорошо смотреть блогеров, которые уже достигли каких-то успехов, уже чего-то в жизни достигли. Но когда ты совсем сидишь в яме, то не всегда понятно, как же туда все-таки добраться. Поэтому я захотела, добираясь туда, я захотела снимать свои изменения, свои поиски, свои ошибки, делиться ими с другими людьми. Опять мой телефон меняет освещение, потому что я то приближаюсь, то отдаляюсь. Но я не знаю, как это исправить, если только не снимать, конечно, передней камерой. Тогда я не буду видеть, когда он выключается, он может выключиться или вообще я не себя снимаю. Сейчас попробую все-таки повернуть камеру. Вдруг станет лучше. Ох, снимаю задней камерой, но я ничего не вижу. Снимает оно? Что снимает? В общем, одни сплошные эксперименты моя жизнь. Так, я опять в этом прекрасном лесу, немножко в другом месте. Итак, если вы еще не на моем канале, я вас приглашаю. Подписывайтесь. Будем трансформироваться, изменяться вместе. Вот как это назвать? Мои результаты за прошлый месяц, мои изменения, мои трансформации. Мне ни одно из этих названий не нравится. Оно не очень такое, я не знаю, привлекательное, как для меня. Вот. Но, может, у вас какие-то есть идеи, как можно назвать то, о чем я говорю. Предложите в комментариях. Итак, как я это сделаю? Я расскажу некоторые сферы своей жизни, что произошло в прошлом месяце и какие мои дальнейшие планы, дальнейшие какие-то цели по данной сферы. Итак, дружба, отношения. Первая такая сфера. Здесь в прошлом месяце особо такого ничего не произошло, если брать друзей. Вот. Особо никаких там встреч. Была, в принципе, одна встреча с друзьями, вылазка такая. Ну, так, особо ничего такого интересного, чтобы я бы, о чем бы я хотела поговорить, нету. Но какие у меня цели? Что я хочу в этой сфере изменить? Моя мечта есть такая. Это найти таких друзей, да, либо со старых, новых, неважно, с которыми бы мы часто виделись, общались, встречались и несли какую-то, я не знаю, какую-то деятельность, занимались, да. Может быть, зарабатывали вместе, может быть, ездили, путешествовали. Общаться с ними и чтобы наши дети общались. Такая, так сказать, дружеская коллаборация. А у меня еще было на прошлом месяце друзья, новые знакомые приехали, скажем так, незнакомые гости. Вот. Неожиданно для меня. Не сильно считаю себя общительным человеком. Вот. Тем не менее, мне приятно встречаться с новыми людьми. И, возможно, какие-то дальше, ну, иметь движение, да, с этими людьми. Поэтому пока что я общаюсь с кем есть, кто у меня есть. Дальше я открыта к новым общениям, к новым знакомствам. Вот, например, и через блог, и через свои обучения, через школу оптимизации здоровья, где у нас проходят зум-встречи. Вот. То я общаюсь. Расширяю через YouTube и через свои путешествия, скажем так, круг людей. Вот. Ну, и такой семейный опыт. У меня был такой большой кризис, большой конфликт с дочерью. Я там пару комментариев написала своему бывшему мужу по детям, а он каким-то своим способом передал дочери. И она на меня обрушила ряд каких-то тяжёлых фраз. В общем, у меня такой был конфликт. Я понимаю, что переходной возраст, понимаю, что у ребёнка кризис внутренний. Но, как бы, мне было больно. Я для себя приняла такое решение, что я не буду писать что-либо мужу, чтобы не обострять какие-то отношения с детьми. Вот. А со своей стороны буду проявлять любовь, заботу к детям. Буду это делать, продолжать это делать. И таким образом укреплять отношения с детьми. И также хочу с друзьями, с ихними друзьями как-то больше общаться, чтобы дети сдруживались. И опять это так, чтобы была бы семейная такая коллаборация дружественная. В рукавичках невозможно переворачивать странички. Итак, следующая сфера, о которой я хочу поговорить, здоровье. Что было на прошлом месяце? Ну, у меня продолжает хрипеть мой голос, как слышите. То, что я сорвала голос, об этом есть у меня видео. Вот. У меня ещё добавилось на прошлом, в прошлом месяце, у меня ещё стало перчить горло. И ещё даже такое, как бы, отхаркиваться, такая, типа, я не знаю, типа гнойного такого, что-то-то. То есть, какие-то движения пошли у меня с горлом непонятные. Особо никакого развития болезни нету, но и затухания тоже нету. По этому поводу я планирую, я уже записалась на анализы, на консультации, на диагностику компьютерную в монастике. Почему именно монастик? Я, возможно, сниму в дальнейшем видео про диагностику, больше про здоровье и такое всякое. Пока что так просто скажу, что я в этом, в этой сфере тоже делаю какие-то шаги. Вот это горло и голос, оно немножко ударило на мою психику, начали мрачные мысли лезть. Вот. И поэтому мне ещё больше надо работать с психикой. Пришлось. Дальше. Зарядка. Я продолжаю делать зарядку Голтиса. Появилось сейчас объявление, вышло у них, что появляется вторая ступенька, открывается вторая ступенька Голтиса. Я, честно говоря, хотела бы её пройти, немножко разнообразить. Всё-таки год делать первую ступень, оно немножко так уже начинает приедаться. Вот. Поэтому интересно мне пойти на вторую, но это, опять же, это ещё время определённое на учёбу и деньги, естественно. Но как бы желание есть, посмотрим, что с этого дальше будет. Питание. Если мы говорим о здоровье, да, это питание. Питание в прошлом месяце у меня было не очень, слабенькое. Бюджетный такой вариант, что придётся. И я пока что оставлю его в таком виде, потому что финансов ещё недостаточно. Вот. Но всё равно это далеко не то питание, что я ела раньше. Большее питание я тоже буду снимать в моих видео. Пока что скажу так. То есть я стараюсь максимально кушать здоровую пищу, но немножко приходится покупать всякие вкусняшки для детей. Я их ем вместе с ними. Вот. И я пока не знаю, чем как бы заменить эти эмоции. Но пока что так. Сон. Плоховатенький у меня был сон в прошлом месяце из-за того, что и здоровье, из-за того, что эти мрачные мысли, из-за того, что детки меня будут. Бывают собаки, бывает что-то ещё. Вот. И у меня не очень, скажем так, сон. Я просыпалась очень часто по ночам и по три по два часа не спала, а то и больше. Но я также движусь в этом вопросе. Например, я посмотрела одно видео какого-то монаха тибетского или что-то такое. Он рассказывал про сон, как лучше спать. И там был такой совет. Кровать, на которой вы спите, её держать исключительно для сна, а не для работы, для еды и всего прочего. Я проанализировала свою кровать, и я, получается, там и с ноутбуком, и бывает кушаю, когда детей нету. То я сейчас немножко сдвинула. Я стараюсь больше кушать уже на кухне. Ноутбук я свой убрала на стол. Ну, таким образом я по чуть-чуть, по чуть-чуть как бы стараюсь работать вот в этой сфере. Дальше. стрессы. Это, я считаю, что такая самая главная беда и вообще часть нашего здоровья, голова, наше мышление. Вот. И всё-таки были стрессы на... были стрессы на... в прошлом месяце. Вот. О некоторых я ещё дальше расскажу. Но я сейчас начала читать, больше читать. И вот я сейчас начала книжку «Кэролайн Лив. Включите свой мозг», как-то так называется. Вот. И уже даже в самом начале было сказано, что связь болезней или как бы здоровья и болезни и нашим мышлением. Я... мега мне это интересно и посмотреть, что там за связь и что я могу сделать, чтобы улучшить своё здоровье. Вот. Как прочитаю, я надеюсь, что в следующем месяце моих... в моём видео про результаты я уже поделюсь какими-то своими открытиями. Ну, зубы я планирую в этом... ну, дальше я планирую в этом году, да, в следующих месяцах начать лечение своих зубов. Я это даже не планировала ещё неделю... пару недель назад. Но я объясню, почему. То есть расскажу немножко позже. Ну, и я прохожу, конечно же, своё годовое обучение, оптимизация здоровья. Это платный курс. Я продолжаю там учиться и, естественно, я ожидаю, что я буду своё здоровье оптимизировать, улучшать. Что, малыш? Что такое? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Гуляйся. Следующая такая сфера — это благосостояние. Вообще, эту сферу я взяла, эту идею, этой сферы я взяла у Голтиса. Я сама для себя лично её не писала в список сфер. О сферах своих я тоже хочу, возможно, записать отдельное видео, более детальное. Но, как бы, у меня остались сейчас какие-то сферы, ну, например, или вот путешествия, куда их занести, то, где я живу, куда занести, в какую сферу жизни. Я чего-то не нашла, вот. Поэтому пока что я поделюсь. Щенок прицепился к ногам и дёргает меня, дёргает и дёргает. Просится на руки, так сказать, малыш. Поэтому я пока что такая экспромтом внесла такую сферу у себя благосостояния и расскажу. Дом, в котором я живу уже там какой? Четвёртый или пятый? Пятый, вроде бы, год. Очередной раз, вот в этом месяце прошедшем, было такое, как загорелся котёл. Вот. Такой потряс у нас. Загорелся или раскалился, или задымился. Неважно, пошёл от него угарный такой этот газ, который я услышала, этот запах. Если бы это было ночью, в принципе, мы бы не проснулись. Это не первый, не первый раз такая у нас ситуация с моим домом. Поэтому, тем более, что прошлые разы у нас были хоть какой-то мужчина был в доме. Сейчас мы с сестрой на пару в одной руке держали телефон, с которым писали и звонили кому-либо и спрашивали, что делать. Да, писали и о помощи звали. А вторая рука у нас что-то делала с котлом, закрывала, там, я не знаю, заливала. Мы там носили воду, заливали эту трубу. Такое. В общем, пережили сильный стресс. И в связи с этим ко мне как бы пришли мысли, что жизнь наша короткая, ты никогда не знаешь, когда ты умрёшь. И хорошо, когда ты готовый, готовый к переходу. Я верю, что эта жизнь временная. Наша вечная жизнь, она будет либо с Богом, либо ещё где-то. И хорошо быть готовым к этому переходу, к вечности, предстать перед Богом, отдать отчёт за свою жизнь. И поэтому вот меня такие мысли опять посетили. Опять вернулись мысли, которые, конечно, никуда не уходили. Они где-то там внутри были о переезде с этого дома. Куда? Ещё не знаю. Возможно, квартира в городе, возможно, куда-то за границу. Пока ещё ничего не знаю. Но даже уже брокера вызвала. для оценки, для каких-то общений такое. Что будет с этим дальше, посмотрим в следующих моих видео. Ну и в благосостоянии я хочу поговорить о путешествиях, но я об этом расскажу чуть-чуть позже. Следующая сфера моей жизни – это финансы. Одна из наболевших тем. Но меток прошлого года. Доход в прошлом году у меня составил, это 150 долларов приблизительно. Это социальные мои приходы. И было 50 долларов приблизительно это с других источников. Там сын дал немного денег и подаренные инвестиции. То есть у меня было порядка 200 долларов. Расход у меня составил, это такой самый вообще минимальный. Составил чуть больше 300 долларов. Естественно, не хорошая картина, я бы сказала. Вот. Поэтому и на первое число прошлого месяца я была... У меня был кредит большой. И у меня была куча долгов. Я, честно говоря, не подсчитала... Я не подсчитала общую сумму этого всего. Ну, в принципе, там, наверное, не знаю. Сейчас не буду говорить. В общем, я вывела свои инвестиции из фондовой биржи. Я продала акции. Часть акций я продала. Вывела 2000 долларов. В то время, когда акция была на нуле. Потому что сейчас на низу акция... Это биржа на низу. И умные инвесторы сейчас покупают акции. А мне пришлось продать. Об этой части я тоже буду снимать дальше видео. Детально. Показывать, рассказывать. Вот пока что так скажу, что я продала часть своих любимых акций. Закрыла я кредит. Отдала большую часть долгов. Таким образом, я неожиданно для себя вылезла вот с такой долговой ямы, которая оказалась на начало года. И не видела особых путей, ну, как бы это изменить. И вот я в начале уже второго месяца, я совсем... У меня другая картина. Мусорные эти акции. Ой, там такие минуса, такие минуса. Ну, что делать? Хорошие акции я не хочу продавать. Так, вот у меня есть IPO. Минус 22%. Закрываем. Да, у меня доход не увеличился. И, конечно же, я имею риск опять заходить в кредит. И я буду над этим, конечно же, работать. Но, тем не менее, рассказываю, как есть. Ага, про работу. На начало года я рассказывала в своём прошлом видео про результаты. У меня было желание... Не то, что желание. У меня была такая нужда, да, найти работу. Мне срочно надо была работа, чтобы как-то кредит отдавать и всё. Но я понимала, что если у меня будет работа, то есть если я возьму работу онлайн домой, да, у меня всего-то пару часов свободных в дне, то я не смогу заниматься над своими... над Ютубом, над своими видео. А это мне реально нравится. Я вижу в этом перспективу. И я даже разместила резюме, подала там в школу оптимизации. Вот. Но меня не взяли. И я слегка, конечно, обрадовалась. Вот. Нет, не обрадовалась. Если, как-то сказать, облегчённо вздохнула, что... Ну и плюс, когда я отдала долги, я поняла, что у меня уже такой острой нужды нет. И поэтому... Таффи! 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 Ты где ходишь? А ну иди сюда! Ко мне! То есть острая нужда такая спала, и поэтому сейчас сильно нужды нету. Всё-таки сидеть. Вот тут сидеть. Всё-таки я буду работать над Ютубом пока что. Вот такие планы у меня. Что ещё? А, я начала предлагать сотрудничество по Ютубу некоторым людям. То есть у меня есть определённые знания, потому что я учусь в школе Ютуба, да, про продвижение. А люди есть, какие снимают видео, например, но они не обладают этими знаниями. Я предлагаю такое сотрудничество. Конечно, я много сильно канала взять не могу. Вот. Я уже... У меня есть один проект. И я сейчас ещё подыскиваю ещё какой-то трендовый проект. Ну, то есть я вот в этом, как это сказать, направлении движусь и размышляю, что можно сделать. И плюс мои планы дальше – это инвестировать туда же, в фондовую биржу, откуда я немножко вывела денег. Туда инвестировать. Вот. Хотя бы 10% моего дохода. Ну, и тут же я хочу рассказать про те зубы. То есть я ещё на начало прошлого месяца я не планировала или как бы не видела возможным заняться своими зубами. И, естественно, путешествий. У меня есть всегда мечта путешествовать, но я не видела это возможным. Имеет такой кредит и такие долги. И, ну, не имеет дохода нормального. То сейчас, получается, у меня уже... Я смотрю, финансовый план составляю наперёд. Смотрю, что мне может ещё прийти, как будет раскручиваться YouTube и всё прочее. И я смотрю, что, в принципе, я смогу даже сделать хотя бы два зуба, импланта поставить. Вот. И также я мечтаю, что всё-таки я смогу поехать путешествовать, отдохнуть. Потому что, действительно, это очень нужно. Ну, я считаю, что это нужно любому человеку, а многодетной маме тем более. То есть мы те же самые люди, такие же самые люди и тоже нуждаемся в отдыхе. Мы на самом верху лыжной трассы, в Альпах, в городе, в каком-то городе. Кстати, геолокацию. Сейчас я посмотрю, где мы. Поставлю геолокацию, отмечусь в фейсбуке, где я была. Вот доказательства, верхушка, что мы тут были. Батарейка на моём фотоаппарате уже успела сесть, естественно. Вечно у меня какие-то с техникой такие казусы. Поэтому будет такое монотонное видео на мой телефон. Надеюсь, он всё успеет заснять. У меня, в принципе, осталась одна сфера. Это сфера развития. Вообще, это не сфера вообще. Но я не могла придумать, как... Для меня это самое основное. Или как бы самая масштабная, самая, не знаю, ключевая сфера. Вот. И она у меня ни в каких ни сферах. То есть, не пойму, куда её отнести. Ну, короче. Итак, прошлый месяц, да, я начала читать. Я начала читать. Я прочитала уже... Ну, получается, я закончила одну книжку. Я закончила заблудившийся автобус. Прочитала в прошлом месяце код по кличке Боб. Уличный код по кличке Боб, да. Виноватые звёзды я прочитала. И вот начала читать. Включите свой мозг. Ну, то есть, для меня это мега много. Мега много за месяц только прочитать. По книгам я тоже хочу снимать отдельные видео, надеюсь. Я до такого когда-нибудь дойду. Потому что много у меня всяких мыслей по этому поводу. Ну, пока что так. То есть, для чего я читаю? Я развиваю какую-то фантазию, креатив, мышление какое-то. Ну, говорят, что это полезно. Поэтому я и читаю. Вот. Ну, и плюс, если это книга... Ну, классика, понятно. А если это какая-то развивающаяся книга, то, естественно, ты как бы всё равно... Ну, мозг твой работает. Вот. Также планы писать книгу. У меня есть один сценарий. Он тянется уже там больше года. И также у меня родился ещё второй сценарий. Это после вот этого кризиса, в который я попала. У меня родился ещё один сценарий. Осталось всего ничего. Сесть и просто писать книги. В общем. Ну, и слушать правильную, хорошую информацию. Я считаю, что это одно из важного. И тоже об этом говорят многие блогеры. Что меньше слушать негатив, меньше слушать новости. Как всё плохо везде. Как там коронавирус нас весь съедает. Всякая-всякая там чипизация и всё-всё проще. И больше смотреть, слушать правильную информацию. Хорошую информацию. Позитивную. Меняющуюся. Вот в прошлом месяце было такое, что в церкви, куда я хожу, была такая интересная проповедь про, как это сказать, о самовозвышении. И у меня были мысли, я себя где-то словила, что там, где я права, другие неправы. Где мне там кто должен помочь или что. И я в это себя нашла. Естественно, я стала об этом думать. И менять, менять, менять свое какое-то понимание. И вылазить из вот этого. Вторая тоже была проповедь интересная про сострадание. То есть переключаться больше с себя, типа как мы, где мне, где что и как. На кого-то, кто в нужде, кому помочь. Это очень полезно, очень, я считаю, интересно, нужно и правильно. Вот. И это помогает в таких вот тяжёлых ситуациях. Дальше. Я подписалась на семинар интенсив Тони Робинсон. Я не знаю для чего. Потому что я с английским, ну я там, я включила его семинар. Слушайте, я даже, наверное, 5% наверное не понимаю. Очень, очень слабо я понимаю. Тем не менее, я почему-то подписалась, потому что он был бесплатный, пятидневный. Вот. Я хочу изменений, поэтому я мечтаю языки изучать. И поэтому, поэтому всему. Вот я подписалась и даже начала слушать. Периодически я даже какие-то там идеи выглавливаю. Вот, например, последняя идея от Тони Робинса. Это менять свои шаблоны. Надо проанализировать себя, твои привычки и посмотреть, какие они рабочие. Я посмотрела, вот, например, что в прошлом месяце у меня очень слабенько продвигалось обучение. Вообще, я даже не помню, сделала ли я какие-то уроки. Поэтому я быстренько-быстренько проанализировала и свое утро, свой день. И поняла, что мне надо на утро впихнуть еще какой-то урок. Урок по моим обучениям. Вот, поэтому, что из этого получится, мы узнаем через месяц, да, когда будет результат этого года. Но, тем не менее, я буду над этим работать. Вот, ну и плюс английский. Все-таки, думаю, что буду его слушать. Хоть как-то буду английский свой повышать. Читать, писать, учить языки. Вот такое всякое. В общем, я рада, что я записала новое видео. Надеюсь, я не буду его долго монтировать. Я хотела это сделать, трансляция, чтобы уже прям сегодня выпустить. Но как будет. Если вы досмотрели мое видео, то спасибо вам большое. Подпишитесь на мой канал, чтобы поддержать меня. Если вы хотите, можете поддержать меня финансово. Я оставлю реквизиты для этого в описании. Возможно, у вас будет такое желание и возможность. Ставьте лайк моему видео. Вот, если вам понравились мои трансформации, мои результаты. И вообще мое видео. И напишите комментарий по любым вопросам данной темы. Мне будет очень приятно. Ну, все. Всем хорошего дня. Хорошего месяца. Хороших изменений мышления. Всем пока-пока.